Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества, бывший дворец пионеров, приведут в порядок. В учреждении занимаются больше 300 детей, работают кружки и секции дополнительного образования. Однако само здание требует ремонта. Сегодня в гимназии номер 11 заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев встретился со старшеклассниками, депутатами городской школьной думы. Обсуждали проект программы социально-экономического развития региона. Высказать свою идею и быть услышанным. Тульские старшеклассники принимают участие в разработке программы развития региона. Встреча с заместителем губернатора Вячеславом Федорищевым проходит в гимназии номер 11. Первое предложение от 11-классницы и Мантанаевой. Тульская область должна стать площадкой для съезда школьных парламентов Центрального федерального округа. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрят на заседании городские депутаты. Кстати, школьники и сами не прочь занять места среди парламентариев. Возможно ли когда-нибудь, хотя бы за десятилетие, что депутаты Тульской городской школьной думы будут стажироваться в Тульской городской думе, потому что мы все хотим быть полезными. Звучат и другие предложения. Например, увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. И пожелание, чтобы в Туле было больше технических кружков. Это самая дорогостоящая, самая емкая отрасль. И очень мало каких-то серьезных действительно объединений, содружеств, которые чем-то занимаются таким техническим. Осенью в регионе появится четвертый в стране детский технопарк «Кванториум». 3D-моделирование, роботостроение. На самом современном оборудовании в нем можно будет освоить профессии будущего, востребованные для машиностроения, оборонной промышленности. Но одного центра недостаточно, говорят школьники. А уже имеющимся кружкам нужно современное оснащение. Они приглашают Вячеслава Федорищева посетить Центр развития и научно-технического творчества, бывший дворец пионеров. Туда вместе отправляются сразу после встречи. Дом пионеров в этом году отмечает 80-летие. Он был открыт в 1936 году. Само здание еще старше 1899 года постройки. Сегодня его посещают больше 300 детей. Работают кружки и секции дополнительного образования. То, что мы увидели в Центре детского творчества, это фантастическая история. Это очень красивое здание, в котором учится большое количество талантливых детей. Но при этом само сооружение и инфраструктура и оснащение требуют существенной доработки. Мы должны заинтересовать детей, чтобы они шли на профессии, которые связаны с нашими производствами. Но мы не можем заинтересовать, если мы будем показывать на картинках. Мы должны показывать самое современное оборудование. Концепция развития Центра детского творчества уже есть. Ее доработают вместе с депутатами Городской думы. В регионе планируют создать Центр подготовки компетенции для промышленности страны. Возможно, Центр детского творчества будет развиваться в этом ключе. Все предложения старшеклассников попадут на стол профильных министров. Их рассмотрят в комитетах и включат в программу развития Тульской области. Кстати, принять участие в ее разработке может каждый туляк. Свои идеи можно высказать на сайте 71 Тула-регион.